Добрый вечер. Только что просмотрел три последних ролика о том, что необходимо учиться продавать. Особенно тем, кто работает в сетевой индустрии. И хочу подвести некоторую черту, итог определенный. Сделать резюме. Все, что там было сказано, все правильно. Я от чего не отказываюсь. Все подтверждаю. У нас особый вид продаж. Мы отличаемся от обычных продавцов. Людей, которые непосредственно продают товары в магазинах, на рынках, большим и крупным оптом. Ну, короче, люди, которые занимаются продажей. У нас особый вид продаж. Сейчас тема не об этом. Мы продаем строя сеть, через которую двигается товар. Это современная, самая эффективная форма торговли. Не все товары и услуги можно через нее двигать. Но то, что эта форма существует уже десятки лет, почти столетия. То, что она имеет законные основания, я об этом сейчас не говорю. Эта форма дает возможность, такая форма торговли, как сетевая, дает возможность любому человеку преуспеть в этой жизни и быть свободным, работая на себя. Работая на себя. Так вот, для того, чтобы преуспевать в этой индустрии, надо уметь продавать. Все зависит от того, что мы, что и как мы говорим. Я давно уже понял и много-много-много-много-много-много-много раз сказал на своем блоге о том, что успех или не успех человека в жизни и в бизнесе, в частности, зависит от того, как мы разговариваем с людьми, как мы устраиваем отношения. Все зависит отсюда. Вот отсюда. Вот. Вот это место. Уста. Это подтверждает Библия. Вот у меня есть Библия. И здесь написано в книге «Притч». Сегодня 12 июля 2012 года. В книге «Притч», их 31 глава. На каждый день, вот 12 июля, 12 глава, в 14-м тихе я читаю. «От плода уст своих человек насыщается добром, и воздаяние человеку по делам рук его». Еще раз. «От плода уст своих человек насыщается добром». «От плода уст своих человек насыщается добром». То есть, в зависимости от того, что ты говоришь, в зависимости от того, какой плод выдают твои уста, ты насыщаешься добром. Успешный у тебя бизнес или неуспешный, зависит от того, что ты говоришь. Многие этого никак не могут понять. Они думают, что надо просто говорить правду. Да, правду надо говорить, но этого мало. Надо понимать, какую правду говорить. Многие думают, что нужно просто говорить. Как, сколько, когда, где, кому и о чем. Много вещей. Целое искусство для продажи в обычном бизнесе, в торговле. У нас все гораздо проще. Нужно научиться одному очень важному умению. Нужно говорить очень коротко, интригующе, правильные вещи нужным людям и отправлять их, давать им возможность обо всем этом узнать через инструменты. И это нужно для того, чтобы это было просто, раз, и во-вторых, чтобы всю главную черновую информационную работу делал не ты, а инструменты, системы. Вот если вы это поймете, тогда все. Тогда вы сможете правильно говорить людям, большому количеству людей, правильных, рассказывать правильные вещи и предоставлять их системе. Потому что сегодня одни включатся в бизнес, завтра другие включатся в бизнес, а некоторые вообще никогда не включатся в бизнес. А служить вам неприятные вещи, отказы ни к чему. Вам нужно просто предоставить себе системе. Но говорить вы должны научиться. На первоначальном этапе, когда вы отбираете людей, говорить нужно большому количеству людей правильные вещи. Какие правильные вещи? Нужно, чтобы ваши уста выдавали правильный плод, чтобы вы насыщались добром. А не нищетой, долгами и неудачами. Итак, от плода уст своих человек насыщается добром. Что же надо говорить? Нужно запомнить одну вещь. Первое. Уста одни, а уши двое. Значит, нужно говорить в два раза меньше, чем слушать. Это первое. Трепать языком, балаболить, много говорить, вредно в бизнесе. Многие думают, что нужно как можно больше говорить. Вредно. Больше надо слушать. Это первое. Второе. Лучше задавать вопросы людям. Слушать внимательно. И потом, в зависимости от того, что человек говорит, говорить. Это второе. Третье. Говорить нужно коротко. И правильно. Нужно понимать, кто перед вами находится. Большинство людей не хочет об этом даже думать. Они как будто обращаются к заготовкам. Все одинаковые. Вовсе не так. И нужно понимать, что люди, они особенные существа. Люди двигаются чувствами. Люди двигаются своим собственным эго. И вовсе не мыслями, не разумом и не логикой. Редкие люди, которые полагаются на какие-то выкладки, глубоко вникают в суть в дело. Основная масса людей руководствуется эмоциями. Что я имею ввиду? Давайте я вам приведу пример. Вы только начали бизнес. Вы полны энтузиазма. Вы купили продукт. У вас сработало. Продукт работает. Вы перевозбуждены. Вы увидели людей на тест-драйве и на тренинге, которые зарабатывают деньги. И вы думаете, что у них уже их. И теперь вам нужно просто рассказать своим друзьям. И дело сделано. Они начнут, а те начнут, а те начнут. И под вами будет большая организация. И она уйдет в глубину в разные страны. И вы станете миллионером. Так оно и есть на самом деле. Если бы ваши уставы давали правильный плод. Но часто он неправильный. В чем дело? А вот смотрите. Приведу пример. Вы приходите к своему другу Сане, Саше или Сереже. С которым вы пуд соли съели вместе. И вы знаете его положение дел в семье, финансовое положение. Вы уже много раз обсуждали эту ситуацию. Что нужно что-то предпринимать. Хорошо бы надыбать какой-нибудь бизнес. И вот вы его нашли. И вы прибежали к нему радостно и счастливый. И вы валиваете на него с порога все, что вы узнали. И вы говорите ему, что Серега, ты работаешь на этом поганом шиномонтаже. Ты уже провонял это резиной. Правильно ты говорил, что твоя жена правильно тебя скоро уже не пустит домой. Из-за того, что ты не зарабатываешь. И начальник твой козел. И оборудование у нас скоро вообще развалится. И душ вам так никогда и не сделают. И сколько же можно за эти жалкие 300 долларов горбатиться на этого козла. Я нашел классную тему. Бизнес всего 30 долларов стоит. Давай начинаем. Мы сейчас начнем. Там вот такой маркетинг план. Там вот такой продукт. Вы мажете у него продуктным перед носом. И приготовляете свой карман, куда он положит сейчас деньги за бутылку. И открываете компьютер, чтобы его регистрировать. И вдруг вы слышите к удивлению, что он говорит, что нет, ничего подобного. Во-первых, начальник меня любит. Раз. Во-вторых, он обещал к концу года повысить мне зарплату на 10 долларов. Два. В-третьих, скоро нам начнут строить душ. Три. Своей женой Надей я уже договорился. Она потерпит немножко. Значит, и говорит какую-то ахинею. Явно видно, что он вам врет. И вы начинаете ему напоминать. Да ты что? Да ты с ума сошел? Да это же классная тема. Давай начнем вместе. Ты что? Сколько можно тебе горбатиться на этого урода? Говорите вы то, что многократно с ним обсуждали. И вы слышите вдруг враждебность его в голосе. Вдруг он вам начинает говорить. Ты дурачок. Тебя завели. Ты в пирамиду попал. Ты вообще полный отлуп. Фиаско. Вы в недоумении. Вы думали, что он сейчас вас начнет броситься целовать и обниматься, что вы построите с ним бизнес. А он отказывается. Странное дело. В чем дело? Вы бросаетесь к следующему. К брату своему. Который только что вышел на пенсию и ищет доход. И вы с ним много раз об этом говорили. Вы ему начинаете рассказывать, что какую классную тему нашли. Что вы уже бронза. Что вы уже заработали 300 долларов. Что вы уже, что вы уже. Что давай подключайся. Давай. Это стоит всего столько-то денег. И вот мы разбогатеем. И вдруг вы говорите. Вы слышите, что он вам говорит. «Ты тут, когда разбогатеешь по-настоящему, тогда придешь. Покажи свои деньги». Кто бы не умник нашелся. В пирамиду старшего брата втягивает. И он вас посылает грубо и недвусмысленно. И так раз за разом. И вдруг вы понимаете, что вы, оказывается, вообще не туда попали. Что-то не срабатывает. Люди, которые должны были вас благодарить, вместо этого не только отказывают. Они еще оскорбляют и обижают вас. Полный аут. А причина. Вам непонятно с самого начала. Поначалу. А причина состоит в том, что ваши уставы дают неправильный плод. Люди этого не хотят слушать. Они не хотят, чтобы им напоминали, что они в дерьме. Они не хотят, чтобы кто-то знал, что они плохо живут. Они не хотят согласиться с тем, что у них несчастная доля, не все в порядке в финансах, в семье. Они не хотят, не хотят, они отказываются слышать правду. Тем более от вас. Они не хотят идти в подчинение к человеку, с которым съели пуд соли, дружили и теперь оказаться на втором месте. Они не хотят. Они хотят другого. Они хотят, чтобы их хвалили, признавали, чтобы им давали право выбирать, чтобы их уважали и чтобы вы были на равных с ним. Вот чего они хотят. Поэтому вам правильнее было бы сказать примерно так. Серега, как дела? Там у парня с шиномонтажа другу своему. Как дела? И уши. Говорят, я слышал, там вам деньги должны повысить и душ там строят у вас. Или я ошибаюсь. И вдруг вы слышите то, что вы и должны были услышать. Он говорит, ага, повысил. Тут вообще он всех поувольнял, с ума сошел уже вообще. Всех поувольнял, хочет всю работу на меня взвалить. А душ он будет строить только в следующем веке. Ничего подобного. Надо что-то делать, надо решительно уходить. Не, не, я так больше не буду, не могу. Вот у вас появился шанс начать разговор. Можно еще и рассказать. Да ладно, брось, может все наладится. Да знал бы ты вообще, что я вообще балансирую у нас уже с женой полный раздрай. Надо что-то срочное подыскивать. И вы говорите, ты знаешь, я тут вот недавно нашел одну тему. Но толком еще ничего не соображаю. Она автомобильная, это ближе к тебе. Вот твое бы мнение бы мне узнать. Там один парень, и вы рассказываете историю, похожую на жизнь вашего друга Сергея. Который на тренинге или где-то на тест-драйве рассказал, что он в месяц в бизнесе зарабатывает уже 1275 долларов за работу. И вы ему об этом говорите. Там какой-то парень заработал в интернете чисто, классно. Не знаю, может быть я ошибаюсь. Вот ты бы быстро разобрался. А я кто я? Я в этом деле и новичок еще. Давай вот зайди, посмотри. Вот тебе ссылка 5 минут. Ни один человек говорит, что заработал там больше 1000 долларов. Может быть ерунда, но я могу принять решение только по-настоящему. И прислушиваюсь только к тебе. У него возникают какие-то мысли, вопросы. А вдруг это спасение? А вдруг это то, что надо? И он готов их задать вам. Но поскольку вы человек умный, вы знаете, что говорить надо меньше, а слушать больше. И вы понимаете, что если он сейчас начнет вас атаковать вопросами, это хорошо, потому что значит его разбирает любопытство, ваше семя попало. Теперь вам надо сваливать. Теперь вам надо заканчивать разговор. Потому что ни один уважающий себя сетевик, опытный, который от плода уст наполняется добро, не позволяет себя втянуть в разговор. Он предоставляет все системе. Почему? Потому что ни один уважающий себя мастер не способен каждому человеку правильно все рассказать. Обстоятельно и сразу. В этом нет никакой нужды. Я никогда этого не делаю. Я предоставляю все это постепенно системе уложить его в голове. Он пойдет на тест-драйв, потом дальше, дальше и все узнает. Это первое. Второе. Если я ему начну даже хорошо рассказывать, он будет думать, что ему тоже в последующем, когда он будет рассказывать кому-то о бизнесе, нужно каждый раз по полтора часа объяснять своим друзьям то, что он услышит от меня. А это надо все выучить, надо все знать. А никто этого делать не собирается и не хочет. Поэтому на подсознательном уровне он будет думать, когда вы сбежите, что о, пять минут все со мной поговорил, а дальше на какой-то сайт. Так я так тоже смогу. Надо узнать, что за сайт интересный. Все. И он дождется тест-драйва, придет туда. И возможно станет вашим партнером. Возможно и нет сейчас. Возможно и нет. Но зато вы все сделали правильно. Вы его не оттолкнули. Вы его не унизили своим высокомерием и якобы продвинутостью в этой теме. Вы поставили его на свой уровень. Более того, вы даже немножко принизили себя. Его приподняли. Сказали, что его мнение очень важно. Это он сам сказал, что он в финансовом дерьме. Это не вы ему напомнили. Он сам попросил, подумал о помощи. И он сам принял решение. Он думает, что он сам принял решение. И он на вас не в обиде. Наоборот. Как минимум сохранил нейтральное отношение к вам. А это уже великое дело. А когда бы вы пришли с гордой рожей, что вы теперь бизнесмен, а он на жалком шиномонтаже. И что вы ему с барской руки, с барского плеча подбрасываете бизнес. И что он будет у вас теперь в подмастерьях. Может быть вы это и не имели в виду. Да и его эго, его гордость, его самолюбие уже унизулены. Он и как-то в долгах. Да вы еще тут лезете. Не дай бог разбогатейте раньше его. Поэтому он вас лучше бы послал. Но вы не дали ему этот шанс. Вот что такое уста, которые выдают правильный плод. И когда мне парень один звонит недавно. Звонит и говорит. Я вообще ничего не пойму. Я в ярости. Я вижу как люди зарабатывают деньги. Я месяц бьюсь со своими знакомыми. Они все до одного отказываются. Я ничего не могу понять. Я ему говорю. Так ты не умеешь разговаривать с людьми. Он говорит. Вы меня сейчас будете учить. Вот как мне разговаривать с людьми. Это мои друзья. Я знаю как с ними разговаривать. Что ты меня учишь вообще? Вы мне скажите. Говорит он. Тест драйвы у нас проходят по расписанию или нет? Я говорю. Да. Точно да. Но тогда я сделаю расписание и буду оставлять на автозаправках. Я говорю. Это неправильно. Не надо меня учить. Человек аж нервничает. Он в недоумении. Он говорит правду. Он хочет им помочь. Он рассказывает о классном бизнесе. Но делает это не так, как хотят люди услышать. Вот что я имел в виду, когда говорил о клубнике и червяках. Вы можете любить клубнику со сливками. Но когда вы идете и ловите рыбу, вы должны давать им то, что любит рыба. А рыба любит кузнечиков и червяков. И вы должны предлагать им не то, что кажется вам вкусным и полезным и здоровым и нужным вам. А то, что хочет рыба. Вот чем фишка. Надо думать о людях. О том, что они хотят. А люди не хотят быть в униженном положении. Люди не хотят получать от вас предложение. Они хотели бы сами вам предложить. Да не успели. И нужно сохранить им лицо. Нужно повести себя так, чтобы их самооценка не упала. Чтобы их самоуважение не упало. Чтобы их не уязвляло ваше предложение. Возбуждало в них желание разобраться и узнать. Поэтому вести себя надо скромно. Все время их поднимать. Говорить ему, у тебя на работе наверно все классно, ты там богатеешь. Ага, знал бы ты. Меня вообще собираются уволить. Раз и все. А когда вы приходите и говорите ему, О, да ты в полнейшей заднице. У тебя там ничего не работает. Тебя скоро выгонят. Тебя жена уже. Давай, вот я вижу, как тебе трудно. Сережа, я хочу тебе помочь. Да пошел ты, думает Сережа. Хотя видишь, что ты искренне говоришь. А он не может по-другому вести, потому что он мужчина. У него есть гордость. Я так подробно разжевываю это, потому что это самое мясо. Это самое важное. Поэтому от плода уст наполняется человек добром. Так написано в Библии. Надо следить за тем, что уста выдают. Какой плод. Одними и теми же устами можно потерять человека безвозвратно. И этими же устами с этим же человеком сделать бизнес на многие годы. Вот и все. Надо научиться, как разговаривать с людьми. Будем продолжать это делать. Желаю вам удачи.